Ну сделай плюс видео на Фьючер Фанк. Ну вот же вот, Фрэнк Джавси 200 лет назад сделал гайд, как писать эту му... Не хотим от тебя, капс, 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 капс. Привет всем челам, всех с наступившим Новым Годом и даже Рождеством. Я сегодня обсуждаю тему годичной давности. Ахахаха, у вас тема прошлогодняя. Не-не, серьезно, даже пятигодичной, которая только недавно наконец-то добралась до Рашки. А вы все еще думайте, и что это, и как это, откуда? Фьючер Фанк. Этот музыкальный стиль больше всего нравится девочкам, ведь он представляет из себя обработку старой попсы, а попсу всегда слушали онли-женщины. Поверьте, я знаю, о чем говорю, ведь я лучше всех обращаюсь с девушками. Обожаю на самом деле эту нью-вэйв андеграундную всоротую электронную музыку, так как жанров миллион, темы для видео никогда не истякнут. Да и по сути, там достаточно часто есть что послушать, если вы не являетесь продвинутым музыкальным академиком и не сильно заморачиваетесь по поводу того, что все это обоссаное говнище, замиксованные и в лучшем случае пару раз засемпленные песни, написанные кровью и потом других музыкантов из прошлого столетия. Фьючер Фанк – это самое прямое детище жанра, о котором я рассказывал 200 лет назад, и если вы старше 76-ти, может, еще помните это видео. Я говорю про Vaporwave. Больше хуйни, чем Vaporwave с музыкой не случилось со времен Crystal Castles, Crystal Castles Дегенеративное говно для полностью, кстати, лишенного. Более линиевого жанра, чем Vaporwave, действительно не существует. Но он обычно медленный и такой люто тягучий по понятным причинам, а вот Фьючер Фанк позволяет зажечь и потанцевать. Танк чунгем, танк чунгем, танк. Надоело, что я разбираю онли-человую музыку, хотите драйвовых трекичей? Их есть у меня, наконец-то. Фьючер Фанк, как и Пар Волна – это исключительно ремиксы классики поп-музыки, но обычно всегда каких-то ультра-неизвестных непопулярных песен. Я бы даже сказал, что главный навык написания Фьючер Фанка – не работа с секвенсором, а поиск наиболее ноунеймомских треков. Vaporwave дает свежий взгляд на классику, Фьючер Фанк знакомит нас с тем, чего мы не видели ранее. Потому что эти треки прямиком из 80-х, а нам с вами не более 12-ти. Фьючер Фанк – он про романтику, но по-взрослому. Он – это как певица из тех же времен Саманта Фокс, которая избрала для своего сценического образа образ полной шлюхи продажной развратницы. Ну, бля, не настолько, конечно. Да, вроде бы ничего такого, но тогда и время другое было. Помните, когда-то и Фан-Фан Тюльпам был запрещен в совке, потому что там показали кусок бабской ляжки. Ретро-вейв, как я, возможно, уже говорил, жанр современного андеграунд говна, который таки смог стать популярным. «Эй, ретро-вейв мейнстрим, больше не буду слушать, а, бэби рэйдж». И не он один. «Фьючерфанг» тоже вырвался из подполья. Конечно, не очень сильно концертов по нему не проводят, иначе пришлось бы врубать музыку с флешки. Но, по сравнению с тем же «Вапор Ваве» или «Вичаутами» разница велика. Популярным его сделал «Вапор Вейв Музыкант» Сука, ну слушайтесь, «Вапор Вейв Музыкант», блять. Райан Де Робертис, ака Skylar Spence, которого многие знают как «Сейнт Пепси», он еще похож на Абу. Начинал с чистого «Вапор Вейва», в тринадцатом году он выпустил альбом с символическим названием «New Generation», где уже прослеживались нотки нового жанра, и в том же тринадцатом году он уже выпустил альбом «Hit Vibes», который процентов на 70 состоял из «Фьючерфанка», между ними двумя он выпустил еще пять штук. Ну а холи, вы думали, на это много времени ушло? Сперва да бейся, потом пизди. «Сейнт Пепси» — это макинтош плюс от мира «Фьючерфанка», все благодаря ему. И, кстати, из-за того, что он прославился, компания «Пепси» начала доебывать его по авторским правам. Видимо, их обидело, что «Сейнт Пепси» пишет музыку в жанре ремиксов с крайне маленьким импактом. Владельцы «Пепсико Инкорпорейтед», наверное, расценили это как намек на то, что и сам напиток «Пепси» является лишь жалкой попыткой повторить успех неповторимого оригинала. Будьте осторожны, заливая свой «Фьючерфанк» ремикс на YouTube, вам может прилететь жалоба по авторским правам на оригинальный трек. Ведь «Фьючерфанк» звучит почти так же, как оригинал, только чуть более ритмично, быстро, запитчено и с добавлением парочки других сторонних сэмплов, ну и, может, одной синтезаторной дорожки. Они настолько похожи на оригинал, что их даже ремиксами назвать нельзя. Скорее, это что-то более похоже на HD-ремейки компуктерных игр, когда не меняется ничего, но придаётся более современный вид. Нет ничего более дегенеративного, чем ёбаные компьютерные игры. Человек играет регулярно, постоянно. А если он играет постоянно, значит он играет какую-то хуйню. Типа «Докки-докки Литератур Клаб». Но справедливости ради надо сказать, что «Футерифунк» в Вегасе не напишешь, как и это дело с Вапорвейвом. Я всё так прицепился к этому Вапорвейву, но почему-то до сих пор в голове не укладывается, что это настолько близкие родственники. Просто послушайте оба жанра и почувствуете разницу. «Футерифунк» нельзя назвать эволюцией «Вапорвейва». Вот каждый ютубер рано или поздно уходит на Твич. Каждый вапорвейвер со временем переходит во «Футерифунк». Можно ли оба случая назвать деградацией? Достаточно часто – да, но, по сути, это изменение положения вещей. И в любом случае, эволюция это точно назвать невозможно. Эволюция – это когда из грязи в князи. Эволюция – это когда ты в Майнкрафте пережил ночь в грязевой хате и построил замок из золотых пенисов. Эволюция – это когда ты сам смог заработать на стикеры в контакте. Если вам больше 25 и вы раньше смотрели порнуху на Мейлру через раздел «Эротика», вы помните охуительнейший ностальгический хентай про двух лесбух в космосе. «Бар, две лесбухи, пыр». Если вы его не видели еще в те времена, даже не гуглите – вам не понравится. «Может быть, немного отдохнем перед тем, как битва начнется? У тебя прекрасные идеи, но что мы будем делать?» «Ну, что насчет маленького массажа?» «Вот такого примерно, а?» «Это хорошо!» «Мои ноги очень хорошо и денди» Это лучший показатель того визуала, который требует хороший фьючер-фанк пост. Красивые скрины из старого аниме с исключительно оскульной рисовкой, где слезы, сопли, вода и другие жидкости выглядят как нечто голубое светящееся. В фокусе всегда музыкальные инструменты, танцы и красивые девочки. Почему жанр вообще так назвали? Слово «фьючер» понятно, стандартный иронический контекст. А фанк? Ну, из-за явной созвучности и идейной некоммерциализированности оригинального жанра, наверное. Хотя фанк – это музыка чернокожих из США. А вот фьючер-фанк настолько азиатский, насколько это возможно. Я говорю не только про визуал, он там вообще не особо важен, а существует для галочки. Ведь каналу Artzy Music надо вставлять хоть какие-то гифки к трекам, да и вам, как его сабам, надо ориентироваться по превьюхам, где музыка какого жанра. В этом стиле полно треков, которые являются обработанными песнями именно японской и корейской старинной попсы, что несколько не свойственно современному андеграунду. В названиях исполнителей мы видим старые добрые иероглифы, они снова вошли в моду. А стоп, хуй, это ж музло 13-го года, тогда они еще были популярными. Это, это ж до рашки все дошло, как всегда, через 10 тысяч лет. Как готовить в футуре функ? Шаг первый. То, о чем и говорил Фрэнк Джавсти в своем видео. Нет, не об этом. Написание фьючер-фанка – это как катание на горках, как игра в горшок овер-ит, как статистика биткоина – вверх и вниз. Такой эффект звучания достигается постоянным добавлением кат-оффильтра. И получается такой вот звук. Возможно, это единственное, что вам нужно для хорошего ремикса. Шаг второй. Ищите. Есть, конечно, ремиксы на более известные песни, например, про пиццу. Но вы покажите скиллы, найдите тот трек, которого никто кроме вас никогда не слышал. Шаг третий. Да-да, я знаю, что единственное старое аниме, которое вы знаете – это Sailor Moon и Гриндайзер, но даже этого вполне хватит. Больше одной гифки от вас не требуется БТВ. Шаг четвертый. Вы можете добавить и собственных синтезаторных дорожек, да. Можете вставить каких-то других сэмплов из аниме игр и т.д. Но! Не смейте петь под Future Funk. Никогда. Только оригинальный вокал. Шаг пятый. Сделали. Какой вы молодец. Пора придумать себе славное имя, которое все равно никто не сможет нормально загуглить. Как это делается, я уже давно рассказывал. Google Переводчик вам поможет. Вива. Хочу сказать, возвращаясь к мысли из начала видоса. Жанров реально хуево гора, и даже в самых отбитых присутствуют какие-никакие идеи. Какой-то музыкальный обзорщик писал, что Vaporwave хорош не как жанр, а скорее как музыкальный прием. Все эти современные фишки муд-продюсеров можно адаптировать в нормальную полноценную музыку, но почему-то не хотят. Не, ну реально, был ли хотя бы один трек, записанный с нуля, и авторами же обработанный в стиле, например, Chop and Screw? Вообще, что-то такое было. В клипе скриптонит вечеринка слэш бар минус две лесбухи. Даже визуально. Где моя вечеринка? Не удивляйтесь, я тоже охуел, когда это увидел. Осталось ждать, когда это вылезет на поверхности и для других музыкантов. Я бы посмотрел вот на это вот чисто из интереса, правда не знаю, нужно ли это в принципе. Но когда это случится, самая главная загадка. Хотя нет. Самая главная загадка – это кто озвучивал Дина в пародии на рекламу Растишки. Фраза про маленькую жирную жопу звучит так, будто сказана оригинальным актером. Был ли это действительно он? Или кто-то с очень похожим голосом? А можно еще? Нет, маленькая жирная жопа. Подписывайтесь на ВК за всеми новостями. Подписывайтесь на Twitch для стримов. Вся музыка в описании. Флаг, ты тут? Алло. А? Флаг, ты тут? Флаг. Ты стримишь нахуй? О, здорово. Бля. Я, короче, я вообще только скачал эту хуйню, бля. Я русских вообще не могу найти. Подвечу, да, нашел, короче, стримера тебя. А зачем ты искал в этой игре русских? Ну, не знаю. Постебать. Пообщаться, да? Ты, наверное, хотел бы пообщаться. Просто пообщаться с людьми, да? Ну, да. Пообщаться, постебать, да... Так, а теперь скажи мне, а на хуя ты к мальчику приехал? Тоже просто пообщаться? Посмотри, на хуя ты к этому мальчику приехал? На хуя ты к этому мальчику приехал? Ты знаешь, сколько ему лет? Не, я не знаю. Ты в курсе, что тебе придется теперь целовать пипи,